Уникальный танк Т-34 вернулся в Волгоград после реставрации в Подмосковье. Он был выпущен на Сталинградском тракторном заводе и участвовал в битве на Волге. Аналогов ему в России, скорее всего, нет. Год назад танк подняли со одной реки в Калачевском районе. У него не было башни, он был покрыт ржавчиной и утратил многие детали. Сегодня в обновленном виде он занял место в экспозиции музея-заповедника «Сталинградская битва». Это событие приурочили ко дню танкистов. Его искали несколько лет, поднимали со одной реки с помощью поисковиков, водолазов, военных и силовиков. На восстановление танка подмосковным специалистам понадобился год. И вот он победивший время Т-34, будто только сошел с конвейера Сталинградского тракторного. Оттуда в 1942-м он сразу попал на фронт, в разгар контрнаступательной операции конца июля. Это единственный танк Т-34, который был выпущен на Сталинградском тракторном заводе, принимал участие в Сталинградской битве и был восстановлен силами реставраторов, поднят силами поисковиков при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества. Другого такого до сих пор не было ни в музее-заповеднике, ни в Волгограде, ни может во всей стране. Этот Т-34 долгие годы пролежал на дне реки Большая Голубинская в Калачевском районе и пострадал не только от ржавчины, но и от рук черных копателей. Они оторвали башню на боевой машине. Вернуть эту часть обезглавленному танку было самым сложным, говорят реставраторы. Башню мы приобрели на Украине, долго не могли ее вывезти. Потом получилось так, что все-таки мы смогли ее перевезти сюда, в Россию. Но башня была от танка 43-го года образца Красного Сормова. То есть ни данного танка, ни сталинградского, ни отличительной особенности очень много. Подходящая башня была у одного известного коллекционера и с ним удалось обменяться. Теперь на Т-34 почти родная голова из Сталинграда. И все детали соответствуют времени. Реставраторы не стали убирать трещины. Они появились, когда броня была перекалена. Это одна из технических погрешностей, которые допускались из-за массового выпуска этих машин. Например, из-за нехватки резины на Сталинградском тракторном заводе катки танка так и остались голыми. Но Т-34 проходила любую грязь и любой снег. Была лучшей по огневой мощи, говорит участник битвы на Волге Анатолий Венедиктович. И в свои 92 ветеран пришел выразить уважение легендарной боевой машине, на которой он тоже воевал. Во время космосферской операции грязь была страшная. Техника сейчас стояла. Вот американские танки, Н3С, Н3Л, дальше Черчилль, Валентайн, там то, что нам давали союзники. Не могли двигаться. Грижи по уши стояли. А Т-34 шла вперед, преследовала фашистов. До самого конца, до румынской границы, дошли до города Сороки. Этот танк летом 42-го стал жертвой неудачного маневра и увяз в речном песке. После экипаж его покинул. Промахнулся мимо брода, буквально в 100 метрах от брода. Застрял. Теми средствами, которыми пытались вытащить танк, они не смогли вытащить. После этого приехали, скажем так, группа разбора. По утверждениям очевидцев, командир танка был там расстрелян. Он где-то там и похоронен. Остальные танкисты остались живы и продолжили воевать на другой машине. Но детальную информацию до сих пор ищут в архивах. Уточненную историю экипажа, агентство содействия сохранению культурно-исторического наследия передаст музею-заповеднику «Сталинградская битва». А сам Т-34 останется здесь, как особо важный экспонат. Анжелика Антипина, Алексей Лунёв, телекомпания «Ахтуба».